Рекламно-информационная программа Трофей Рыбалка Генеральный партнер программы Компания Движение Нефтепродукт Добрый день, здравствуйте, в эфире программа Трофей Рыбалка, меня зовут Владимир Сметанин Сегодня в выездной импровизированной студии мы находимся вместе с экспертом компании Арсенал Василием Мамоновым, Василий, добрый день Друзья, привет всем Доброе утро, как мы и обещали, у нас сегодня выездная программа Прямо сейчас мы находимся на природе В таком живописном уголке Это все называется рыболовный клуб Белуга Что в чистых прудах И сегодня, как мы и анонсировали в предыдущей передаче Мы здесь собрались для того Чтобы посмотреть, поучаствовать Поболеть за тех рыбаков Рыболов, которые приехали сюда На турнир по ловле форели на спиннинг Да, турнир уже у нас стартовал 21 участник на данный момент Уже состязается Есть первые поимки Рыбу уже видели Рыба очень активная Ну да, в течение первых трех минут Уже были исходы обидные У спортсменов И были уже поимки Это радует Рыбы много, рыба активная И Василий тоже, кстати, уже успел Я утром, да, успел отличиться Поймать одну рыбку Это все будет, кстати, в видеоверсии Я успел это все снять В видеоверсии он остается нашим Смотрите обязательно Да, сегодня передача у нас непосредственно, скажем так С поля Мы обязательно сегодня поговорим С удачливыми рыболовами Те, кто выиграют, да, займут первые три места Поспрашиваем у них А, первые три места? Первые три места у нас будет Я думал, только одного самого Нет, нет, конечно, будет три места Мы их обязательно наградим Есть замечательные призы От организатора турнира компании «Арсенал» От рыболовного клуба «Белуга» Любезно предоставленная погода Сегодня прям нам просто Обещали какой-то снег, ветер Плюс два где-то сейчас на улице Вот, да, на улице уже стало плюс чуть-чуть Прям очень комфортно ловить Значит, о чем сегодня поговорим Вот у нас была одна передача, да, в которой мы рассказывали Там о каких-то секретах, да Что-то там пытался я донести Как ловить эту форель На что рыбалка действительно интересная Поспрашиваем у участников Пытаемся у них выведать какие-то секреты На что ловили, как ловили, все ли понравилось, все ли хорошо Ну, розовая приманка рулит, я уже понял Ну, вот я и говорил, да, форель такая рыба необычная Если там во всех других случаях В основном там при ловле щуки и судака Мы там используем какие-то приманки Которые имитируют ее кормовой объект Не знаю, чем руководствуется форель Но она реально выбирает какие-то яркие цвета Возможно, их лучше видно или еще что-то А возможно, она такая гламурная, да, там выбирает Я смотрю, вода достаточно такая непрозрачная еще Вода мутная, объясню почему Вот одна из особенностей еще, кстати Вот я забыл в предыдущей передаче об этом сказать Затронуть этот нюанс На платных водоемах, помимо того, что есть форель Здесь вот, например, на данном водоеме в Белуге Запущено достаточно большое количество осетра Очень крупного осетра И много карпа Это те рыбы, которые пищу свою собирают со дна И, соответственно, их количество большое Они воду мутят И все это поднимается Поднимается вот эта муть И многие, приезжая, например, на платный водоем Говорят, о, вода мутная, все, ничего клевать не будет Друзья, не нужно ни в коем случае этого бояться Это абсолютно нормальное явление Вот на многих платниках, на которых я был Вот такая ситуация Но рыба, тем не менее, там форель, она клюет Замечательно, там без каких-либо каприз Посмотрел я сегодня те снасти, которыми ловят на данный момент спортсмены В основном Ну, по-моему, все с собой Или что-то тут все-таки удалось арендовать Нет, у всех все свое Рыболовы достаточно подкованные в этом деле Я увидел много микроколебалок Но раскрою секрет, опять же, для тех, кто поедет на рыбалку Да, для наших слушателей и зрителей Лучше в последнее время работают мягкие приманки из силикона Ну, вот то, что вот утром на видео у нас будет, да, заснято То есть, это такие интересные маленькие приманочки Из съедобного силикона И самое, что интересно, они с такими необычными запахами То есть, там, креветка Как это слово-то специфическое? Сыр Атрактант Атрактант Атрактанты, да, добавленные То есть, там, креветка, сыр, чеснок Да, то есть, вот, опять же, форель, помимо того, что выбирает Какие-то такие необычные яркие цвета Она еще и выбирает необычные вкусовые качества и запах Возможно, это для нее, там, каким-то, не знаю, там, раздражающим эффектом Вызывает у нее, там, либо аппетит Она хочет сразу уничтожить это все Или еще что-то, да Но, тем не менее Вот, по поводу клева Клев, я думаю, что будет очень-очень неплохой Хорошей из особенностей В любом платном водоеме Дополнительно после запуска рыбу никто не кормит Вот, то есть, она всегда То есть, она в таком естественно-взлобном состоянии Да, она всегда пребывает в таком полуголодном состоянии Я понимаю, что там однозначно все равно в водоеме есть какие-то там Живые организмы, которыми она может питаться Но форель – это активный хищник Ей нужно много рыбы для того, чтобы поддерживать свое состояние и энергию Поэтому она всегда злая Она отличается очень такими мощными поклевками И вот на видео вы сможете посмотреть, как она там борется Да, у Василия спиннинг ультралайт Да, спиннинг ультралайт снасти Снасти очень легкие Я ей говорил в предыдущем нашем выпуске о том, что нужно использовать именно такие снасти для того, чтобы получать удовольствие Но я видел, фрикцион хорошо настроен, то есть вовремя как-то с катушечки шнур уходит Конечно, потому что шнуры мы используем очень тонкие Там есть еще и поводок у нас из флюрокарбона Он там вообще диаметром 0,18 с разрывной нагрузкой порядка полутора килограмм А рыбка, которая с утра была, она там точно за киложку такая и очень-очень бодрая Поэтому фрикцион на катушке должен всегда быть настроен очень-очень тонко Это один из советов, который нужно учитывать при ловле на платных водоемах Потому что рыба есть крупная Организаторы и хозяева рыболовного клуба «Белуга» об этом позаботились Вот они навесочку выпустили такую полтора, есть два, два с половиной даже рыбки Надеюсь, на взвешивание мы сегодня сможем увидеть вот такие крупные экземпляры Кстати, если не форель попадется, это ничего? Значит, карп на такую снасть попастьесь теоретически может, но, как правило, он все оборвет Ну, с ним точно не справится Соберет все Вот, осетр, рыба донная Вот сегодняшняя, например, рыбалка показала вот с утра, что рыба стоит в толще воды То есть, если у нас глубина на водоеме, вот в том месте, где я ловил, там порядка двух с половиной метров То все поклевки, их было у меня семь Все поклевки где-то в толще воды, то есть, это метр-полтора от поверхности Поэтому осетра поймать тоже будет проблематично Рыбу на данный момент все участники на платных водоемах в любом случае забираем Вот, осетра можно отпускать Ну, если повезет его достать Ну, так проблематично, я бы сказал, будет Кстати, форель насколько требовательна вот именно к оснастке То есть, вот диаметр шнура, мы сказали, очень тоненький, да, должен быть? Форель, она, в принципе, не очень притязательна Но здесь диктует свои правила следующая штука Мы работаем с приманками весом Ну, вот я, например, кидал приманкой весом полграмма То есть, она практически невесомая И, соответственно, если у нас будет стоять какой-то очень толстый шнур У нас будет там, не знаю, там очень толстый поводок Жесткий спиннинг с большим тестом Мы просто это забросить не сможем У нас приманка упадет под ногами И рыбу мы не поймаем Поэтому всегда выбираем такие очень-очень легкие снасти Ассортимент их сейчас огромен В магазине Арсенал, например, на Комсомольской 8 У нас есть все для ловли форели Поэтому без проблем можно подобрать Ну и плюс зима у нас не за горами Скоро появится лед, рыбалка со льда на форели Она не менее увлекательна Я бы даже сказал, что в некоторых случаях Мы обязательно об этом поговорим Расскажем мы о снастях и способах ловли Как это, что и у нас будут зимние соревнования по форели Я думаю, что мы точно так же сделаем передачу выездную Посмотрим, походим Это все впереди еще Ну, надо сказать, что мы-то сейчас находимся в тепле Мы сейчас находимся не под открытым воздухом У меня была бы, если такая с утра Было бы здорово, чтобы еще какие-то в микрофон звуки рыбалки попали О, я вижу как раз кто-то из участников турнира В окно мы видим Да был очередной трофей Там на дальней стороне Рыба клюет Да, рыба клюет, рыба клюет, это радует Напомним, да, еще У нас три призовых места сегодня И взвешивание, да, ведь будет По результатам взвешивания По результатам взвешивания К зачету у нас идет две рыбы Участники могут поймать три Для чего это сделано? Для того, чтобы был шанс укрупниться Потому что, ну, чем крупнее В зачет идет общий вес У кого он будет больше Соответственно, тот и победит Вот Участник, который поймал три рыбы Он сходит уже с дистанции Да, все может спокойно Смело дожидаться взвешивания И уже там понервничать чуть-чуть Да, там посмотреть Не, ну, прохладно, конечно Лучше остаться на берегу И поработать Поработать еще Поработать Нормальная экипировка Она решает вопросы Про экипировку мы тоже, конечно, говорили Да Да Ну вот, да Рассредоточились сейчас, вижу Рыбаки все-таки По всем уголочкам Этого водоема Сначала побежали Да, все в одно место Вот, по поводу уголочков Для тех, кто поедет И планирует поехать На такую рыбалку Самые перспективные места На пруду Вот, ну, почему я сегодня, например Не пошел в угол Куда-то, да, рыбачить Ну, оставил их участникам Форель такая рыба Которая Очень Ну, во-первых Очень быстро перемещается По водоему А мы говорили Вот кругом Да Она ходит Но в углах Она всегда останавливается На какое-то время То есть, бывает так Что вот ты перемещаешься Идешь, 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 идешь Нет поклевок Заходишь в угол Да, вот где там Поворотик какой-то есть Там можешь поймать Две, три, там, пять рыбок Да, все Она потом оттуда уходит Значит, нужно бежать Там в следующий угол Ну, вот о чем я и, в принципе Уже рассказывал Поэтому углы На пруду Это одни из самых-самых Перспективных мест Для именно форели Поэтому участники Неспроста вот так Рассредоточились По водоему, да И заняли там свои места Напомним Этот турнир Именно в рыболовном клубе Белуга Он уже не первый Летний Первый Первый То есть, вот это именно Первый городской Открытый турнир Уникальное сегодня событие По ловле форели С спиннингом У нас проходили Соревнования По подлёдной ловле Их было три Да, участников Также было там 20-30 человек В основном Учитывая то, что у нас Зима длится долго Тут можно бесконечные соревнования Проводить В этом году планы Они, конечно же Есть там вперёд И турниры будут Но именно Вот по открытой воде По открытой воде По ловле спиннингом Это вот такой турнир Первый Поэтому Мы на уникальном Находимся Мероприятии Которое Дало старт Всему дальнейшему Вообще Уровень рыболов Хочется, чтобы ты оценил Как специалист Ну Про С Настей сегодня поговорили С которыми приехали Но всё-таки Ты же видишь Своим профессиональным взглядом Уже Здесь На данный момент Есть Рыболовы У которых Есть Спортивные разряды Именно по рыбалке Действующие спортсмены А спортивный разряд Получаешь Участвовать только Во всероссийских Нет Ну и кировских Кировских тоже Чемпионат области Кубок города Да Это всё присутствует Вот Поэтому По уровню Я могу сказать Что здесь Вот как раз Собрался такой костяк Да Это Все рыболовы Сознанием дела Элита Сознанием дела Сознанием дела То есть Ребята все понимают Что они делают С учётом того Что для нашего Региона И города Это всё новенькое Я вот Обратил внимание Что там Ну уровень Снащения Такой ого-го Все знают Что там Нужно Тоненькую Плетёночку К ней Там надо Привязать Флюрокарбоновый Поводочек Поставить Маленькую Нахлыстовую Застёжечку Я у некоторых Участников Сегодня посмотрел Арсенал Блёсен Который у них Есть Там я скажу Да я тоже Видел немножко Что-то так Ого-го Коробочки Такие Приличные Там Подготовлены Подготовились Ребята И более того Я знаю Что многие Из них Уже были Вот перед этими Соревнованиями На неделю Здесь Тренировались Смотрели Поведение рыбы На что она Больше реагирует И самое главное Рыбачили Без крючков Ага Поясним Сейчас Для тех Кто не в курсе Рыбачит Без крючков То есть Подбирают Приманку Ищут горизонт Ловли Вот про что Я уже рассказывал Выбирают Там находит Где стоит Более активная рыба В каких местах На что она Лучше реагирует И просто с блесен Снимают крючки Для того Чтобы регистрировать Поклевки Контакты с рыбой Понимают Что она здесь есть Что вот на эту Приманку Она будет реагировать И все А рыбу Собственно Не накалывают Не ловят Именно проводят Вот такую Это один из нюансов Профессиональных соревнований Необычную тренировку Предварительная подготовка На резиновые приманки Ну с нее Крючок снять нельзя То есть С блесны можно А на резинку Вот ну никак И соответственно Там делают такую штуку Вот прям Пассатишками Загибают крючок внутрь Ну чтобы она не засекалась Она просто жует 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 Ну понимает Что рыба есть Все там Определенные цвета Подобрали Ну и вот на данный момент Если смотреть по цветам Все-таки Как уже сказали Да лучше она реагирует На какие-то Провокационные цвета Это вот может быть розовые С некоторыми сегодня Участниками Поговорил Там были такие Цвета там Лимонные Кислотно-кислотно Зеленый цвет Хорошо вот Себя проявил И самое необычное То что Многие ловят Вот мы это сможем Посмотреть Когда будем Уже интервью брать У победителей У победителей Да Просто у участников Многие ловят На черный цвет Вот черный Чем это обусловлено Обусловлено чем Вот давайте Разберем обычную ситуацию Поставим себя На место рыбы Вот мы плаваем В толше воды Да Плаваем в толше воды И на фоне светлого неба На фоне светлого неба Любая приманка Для рыбы Это силуэт Она цвет не видит Ну потому что Ну физика Да Обычная у нас На фоне светлого Что-то нам всегда кажется Темным Так вот Черная приманка Будет Более отчетливо Видна именно силуэт Ясно И соответственно Использует Темные цвета Черные цвета Например Это актуально Когда рыба Стоит в верхних слоях воды Когда мы ловим Ее именно поверху Но вот Например Я сегодня Поймал Которую Я ее поймал В толше воды Соответственно Я использовал Приманку яркую Потому что У нее есть время Ее рассмотреть Она находится Именно на ее уровне А когда Рыба клюет сверху Мой совет Опять же Используйте темные приманки Не бойтесь черных И самое что интересное Вот там абсолютно Практически Бессмысленно Использовать Приманки Которые блестят Ну то есть Вот блестящие приманки Она реально Будет на них реагировать Хуже Потому что Во-первых Их не видно Это раз Во-вторых Когда у нас Например идет блесна Вот она блестящая Она колеблется И в моменты Когда она переворачивается Блестяшки своей книзу Она у рыбы Просто пропадает Из взгляда Это уже доказано Ихтеологами Это рыбаку красиво Человеку красиво О, блестит Он думает Что и рыба тоже Среагирует Нет Тут все наоборот Особенно это В яркую солнечную погоду А например В яркую солнечную погоду Форель как правило Всегда кормится В верхних слоях воды И там использовать Какие-то вот яркие Такие блестящие приманки Ну Можно что-то поймать Но их поклевок Будет меньше Чем на темные матовые Там можно использовать Если это блесны Это может быть Какая-то там Форелевая блесна Они такие Всегда покрашенные Там коричневые оттенки Черные вообще Это может быть Натуральный Там медь Да Вот такая вот темная На них поклевок Будет в разы больше И это Не Скажем так И наш опыт Да Но тем не менее Я вот В любом случае Перед тем Как ловить какую-то Новую для себя рыбу Я в интернете Там Либо в книжках Где-то ищу Ну так обычно Советы ихтеологов Ихтеологов Не рыболовов А именно ихтеологов Потому что они же Вот рассматривают рыбу С точки зрения Как она живет Как она там видит Как она слышит Как она чувствует Там еще что-то Да И это на самом деле Очень здорово Помогает И не только при ловле Например там Вот запущенной рыбы Форели Это при обычной рыбалке Там щуку судака Когда ловишь Все то же самое То есть нужно посмотреть Почитать И это очень интересно Вот это один из советов Который я хочу дать Начинающим рыболовам Там Почитайте про объект Который вы будете ловить Ну безусловно Сейчас информации Пруд пруди Что называется И лишь бы было бы желание Все это найти Найти это безусловно Информации очень-очень много Найти это безусловно можно Да Конечно А что касается Накануне вот этого турнира Ну В арсенал-то Рыболовы приходили Затаривали Затаривались Конечно Мы обязательно помогаем Подсказываем Рассказываем Где как на что Более того Скажу что Вот я например Сам Практически каждый выходной Свой свободный Сюда приезжаю Там на несколько часов Поэтому Кто здесь будет Из наших радиослушателей Да Пожалуйста Подходите Не стесняйтесь Спрашивайте Я обязательно Все покажу Расскажу Дам приманки какие-то Попробовать Да там спиннинг в руки Приезжайте с семьями С детьми Давайте их приучать К рыбалке Это на самом деле Очень классно Это вот Ну суперский вид Отдыха Он прям Ни с чем Сидеть дома В компьютер Смотреть телевизор Или еще что-то У нас Вот Последние денечки А жизнь проходит Миша Да А жизнь проходит мимо А здесь Активный отдых Он замечательный Классно тем Что это можно сделать Там буквально В 15 минутах Езды от центра города Да Уже Можно сказать На природе Да 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 Прям здорово Ну что Василий Я смотрю на часы 10.30 практически уже То есть полчаса Как наши рыболовы Работают Непосредственно на водоеме Я сейчас предлагаю Пойти Посмотреть Да мы сходим Посмотрим Промежуточные успехи Зафиксировать Или не успехи Все это обязательно Попадет в видеоверсию Фотографии Видео Вы сможете вауче Убедиться Что мы здесь Действительно находимся И наблюдаем за Рыболовным турниром В рыболовном клубе Белуга И во второй части Мы поговорим уже Непосредственно С участниками С участниками С победителями Да и подведем итоги У нас 20 минут Как-то уже незаметно прошло Так что все впереди Обязательно оставайтесь с нами Трофеи Рыбалка Продолжается программа Трофеи рыбалка Рыболовный турнир По ловле форелей На спиннинг Собственно уже подошел К концу Мы по-прежнему В нашей импровизированной студии С экспертом компании Арсенала Василием Мамоновым Еще раз всех поприветствуем Да друзья Еще раз добрый день Вкратце Василий впечатления Турнира Озвучим Тройку победителей И затем Дадим возможность Высказаться каждому из них Ну Турнир показал Что Рыбы в водоеме Достаточно много Из 21 участника Всего четверо Не смогли поймать Причем Я с ними разговаривал Там не то Чтоб не смогли Сходила рыба Прямо там У подсадчика Где-то у кого-то Убежала под ногами У берега Но рыбку Подержали все Удовольствие Получили Заряд бодрости Адреналин В кровь То есть Это все было Значит Победитель Победитель В двух рыбах 2 килограмма 570 грамм Это Зорин Дмитрий Прям улов Такой достойный То есть Рыба крупная Бойкая Видел я На что он ловил То есть Вот если Все Большинство Участников Скажем так Ловили на Такую Пассивную Приманку Вот резиновые Вот эти Силиконовые Приманки Дмитрий Выбрал Немножко Другую Тактику И как оказалось Она победная Он ловил На воблеры Да Я видел Достаточно Активная Такая Играющая Приманка И на нее Вот Рыба Клевала Крупней Это Подчеркнули Все Потому что Например Второе место У нас Занял Вот Фололеев Александр Он ловил На резину Но У него было Два Очень таких Хороших Схода Крупная Рыба По его словам Как раз Была поймана Тоже на Активной Приманке Вот Третье место У нас занял Косолапов Сергей И у них Причем такая Интересная штука У них веса Оказались Одинаковые Видел Все это Есть в видеоверсии Да Снимал весы Два килограмма 414 граммов В двух рыбах И Скажем так Места здесь Распределились Между вторым и третьим Время поимки То есть Саша поймал Буквально там Сначала тура Он первый Кстати поймал Первую рыбу Вот Сергей Он Вторую рыбу Поймал Вообще уже Полдвенадцатого То есть Под завершение Где-то Вот так Ему там Повезло Серега ловил На колеблющиеся блесны Ну Саша Как я уже сказал Ловил на Такую Силиконовую Приманку Чем объяснить Выигрышную тактику Воблеров В начале тура В начале тура Именно в данное время Да В данное время Вот В начале тура Рыба была активная И Находилась Как раз В поверхностном слое Воды И вот Дима подобрал К ней ключик Там был такой Яркий-яркий Воблерочек Маленький Размера Буквально там 35 миллиметров Всего весом Два с половиной грамма С очень активной игрой И вот Крупную хорошую рыбу Он как раз Приманивал лучше И поэтому Вот У него это получилось Молодец Прям Я не ожидал Потому что мы были с ним На тренировке Там в прошлые выходные Он поймал одну маленькую рыбку Так сильно был расстроен Подобрал ключ Так Я сейчас предлагаю Чтоб мы услышали Голоса непосредственно Победителей Все трое Они В нашей студии Побывали Сейчас вот мы их услышим А затем продолжим Нашу беседу Трофей Рыбалка Рекламно-информационная Программа Трофей Рыбалка Генеральный партнер Программы Компания Движение Нефтепродукт Напоминаю, что Программа Трофей Рыбалка Сегодня записывается В рыболовном Клубе Белуга Что в чистых прудах И вот собственно Турнир уже завершен На часах Где-то уже Начало первого Нет, половина первого Уже подведены итоги Победители определены У нас представилась Возможность Сейчас как раз таки Пообщаться с самым главным Сегодняшним рыболовом Который Занял первое место На контрольное взвешивание Были предоставлены Две форели Общим весом Дмитрий Напомните 2 килограмма 500 514 по-моему 570 Поближе немножко Микрофон 2 килограмма 570 Итак, победители Сегодняшнего турнира Представляю с удовольствием Это Дмитрий Зорин Собственно, вес уже озвучен Дмитрий, поделитесь Своими впечатлениями От сегодняшней рыбалки Это, конечно, холодновато Замерзли, не замерзли Да, холодновато Хорошо, снег не пошел Да Долго готовились К этому турниру Вообще Себя в форме Как поддерживаете себя? Расскажите С клубом знакомы Уже довольно давно Постоянно здесь проходят Всякие рода соревнования Турниры Как и дружеские Так и местные Приходим, тренируемся Каждые выходные С семьями И по одному С семьями Это жена, дети Все вместе Да, жена, дети Они тоже берут Удочки, спиннинги в руки Сколько уже увлекаетесь Рыбалкой И так продолжается Именно форелевой Да, именно форелевой Форелевой Где второй год А так, в принципе Уже с детства С чего началось Именно увлечение форели На спиннинг Кто-то подсказал Кто-то позвал однажды Как Белуга открылась Рыболовный клуб Это было, напомните Это было год назад Осенью Первый раз я сюда пришел Попробовать Вообще пришли на день рождения С другом В беседке Посидели в беседках Попробовали полыть рыбу Понравилось И начали как-то Тихонечко входить И так зачастили сюда И зачастили, да Периодически Благо я еще здесь рядом живу А, ясно В Чистых прудах Непосредственно А когда турнир первый Был в жизни Именно здесь Зимой Я тоже участвовал Но в призы не попал В тройку не вошли Нет, не вошли Я думаю, что активно Турниры зимой будут проводиться В этом году Только вот лед встанет Расскажите о сегодняшней рыбалке Какие приманки использовали Какую тактику Применяли Ну, сегодня особо не пробовал Начал я с воблеров Не знаю почему Но просто захотел Их попробовать Поверхностные Где-то через минут 15 Была первая поклевка И как раз ее реализовал Первая была хорошая рыбка Потом Что-то пошло не так Поменял приманку Поставил уже Как называется Железоколебалку Ну, на нее тоже Где-то с третьей проводки По-моему, сразу поклевка Результативная Да, результативная поклевка Двумя рыбами закрылся А дальше смысла уже не было Ловить Понятно Хотя очень хотелось Два больших трофея сразу же Да Как уловом планируете распорядиться? Будем готовить Солить, да Надо засолить Она очень вкусная Как там холодного засола называется Холодного, да Холодного Так, ясно А, кстати, да Вы сказали Семья ваша тоже увлекается У вас Да, дочь 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 берет удочку И, собственно, да Вместе с вами У нее какие успехи На прошлой неделе Она тут двух рыбок Подержала Ну, сошли У нее поплавок? Нет, так же на спиннинг На спиннинг тоже Ну, и зимой тоже Какие-то, может быть, свои секреты Особенности ловли Я понимаю, что Зачастую рыболовы Их не раскрывают Но все Тут еще Элемент везения присутствует В такой рыбалке Ну, секретов у меня никаких нет Секретов никаких Да, секретов вообще нет Пробуй все А форелевая рыбалка Она такая, что Приманок очень Огромное количество Разноцветное Как она нравится Такую ставь Ну что, спасибо большое Напоминаю, что это победители Сегодняшнего турнира Ловли форелей на спиннинг В рыболовном клубе Белуга Дмитрий Зорин Еще раз поздравляю Не хвастание чешуи Как говорится Спасибо Ну, мы продолжим общаться С тройкой призеров Сегодняшнего турнира Спасибо Трофей Рыбалка Еще один победитель Сегодняшний Который занял Второе место Это Сергей Косолапов Сергей, добрый день Как ощущения от рыбалки Тоже Поделитесь, пожалуйста Добрый день Ощущения прекрасные Утром проснулся В 7 утра Думаю, дай-ка съезжу на соревнования К другу заехал В гараж за спиннингом Так спонтанно Да, просто проснулся Думаю, ехать, не ехать Умылся, душ сходил И реально поехал на рыбалку Позвонил друга Взял спиннинг у него в гараже У себя катушку взял Приехал Тут блесенку Парни дали одну И все, пошел рыбачить Ничего себе Главный секрет Рыбалки сегодня Успех был в рыбалке Из-за того, что Нужна была очень медленная проводка И подергивание кончиком И рыбка атаковала Когда с бреда насыпалась Играть немножко Да У тебя сегодня тоже Немножко спиннинг в руках Подержал Василий Мамонов говорит Нет, не веди так быстро Не надо такую быструю проводку делать Медленно Паузы Снова проводка медленная Вот вы такую Тактику туда тоже использовали Будет тактику выбрал Первый раз Первый раз Судя на спиннинг форели Как давно Увлекаетесь Вот именно Форелью Спиннингом Форели Прошел год Начали по зимней рыбалке На спиннинг Вот сегодня первый раз И вот такой результат Ну опыт есть По-другому Рыбит По судаку По щуке Есть А, ну да В принципе То же самое На открытых где-то Водоемах В Кировской области Главное найти В какой она толще воды стоит Вверху В серединке Или внизу Вот это еще главный фактор Зимой собираетесь участвовать Да, конечно Тоже приезжайте В прошлой зиму участвовали Тоже приезжали И в турнирах участвовать И рыбачить Уловом как распорядитесь Сейчас увезу Угощу родителей И все Бабушку Порубки отдам Спасибо большое Рыбалову занявший Второе место Соответственно Сергей Косолапов Ой, третий Простите, да Третий мы поделили Да, да, да Там один вес у вас был Да, очень интересно получилось Хорошо, спасибо Тоже не хвастай Ни чешуи Участвуйте дальше в турнирах И всего доброго Трофей Рыбалка Еще один участник Еще один победитель Сегодняшнего турнира Это Александр Фололеев Второе место Серебро Александр, добрый день Иван Приветствую Здравствуйте, Иван Очень-очень рад с вами Познакомиться Во-первых В первую очередь Хотел поблагодарить Организаторов турнира Почаще бы такие турниры Магазин Арсенал Молодцы Участвуют очень хорошо Активно Мы тоже будем стараться В дальнейшем Мы тоже представляем Магазин рыбалонной приманки РФ Приходите Будем учить Вчера тренировались Очень упорно Долго Форелли ключик подошли Честно говоря Надеялись Но первое место Но чуть-чуть не дотянули Ну Это рыбалка Доля везения Здесь всякая есть В вторую очередь Хотелось бы поблагодарить Организацию Белуги Это Самый замечательный водоем Очень Кстати Хотелось бы Отметить Что В прошлый раз Не изучив Правила Разрешили закрыть депозит То есть Идут на уступки Люди Все Приезжайте сюда Очень стоит К форели ключик подбирайте Допустим До этого я ловил Только на Колебалки На Блесенки Такие маленькие Разноцветных Диких цветов Для меня это дикость Впервые участвую На турнире Занимаю второе место Вы какую тактику Про себя расскажете Использовали сегодня Тактика была Закрыться в первые Десять минут Я как и обещал Поймался второго заброса Ну как Заговаривали рыбу что ли Как умудриться Сразу же поймать Это помогли Вчерашние тренировки Во первых То есть мы Знали как плывить Знали где она стоит Вопрос был только в размере Впервые для себя Второй раз Хочу отметить Что второй раз Всего рыбачу на резину До этого все только На микроколебающей Блесна Долго учились Ее правильно насаживать Кто научил Никите с Арсенова С магазина Также в Арсенале работал Я вот лично Например смотрел Массу видео Всевозможных Но вот такие До сих пор Как не приноровился Ну ладно Всякое в жизни бывает Кому-то дано Кому-то нет То есть надо смотреть Чаще видео Изучать в интернете Как это все делается Ну то есть Стремиться к чему-то большему Ну вот допустим Участвуем На чемпионатах России То есть наша команда Соборная С разных команд Мы участвуем Стараемся Когда ближе Еще будет Ближайшая Я думаю так Что пока еще Регламент точно Не определен Будет наверное В Челябинске Зимой да Это будет Да Первое Сейчас будут соревнования Всероссийское Зимой Будет Мормышка Чемпионат Мы неоднократно В них участвовали У нас есть успехи Стараемся Работаем Болейте за нас В первую очередь Нам ваша поддержка Очень нужна Конечно рыболовный спорт Есть в нем Доля удачи Но все же Свои коррективы Нужно вносить Каждый раз Каждый день И стремиться К более высшему Результату Результату Ну как вот оценить В целом вам место Все таки город рядом Вот мы смотрим Да сейчас сидим И смотрим в окна Мы видим новый микрорайон Соответственно чистые пруды И водоем такой прекрасный Где можно порыбачить Замечательно провести время Далеко ездить не надо Действительно Да Находка Находочка конечно Очень замечательно Но все равно Ключик к рыбе Придется подбирать То есть даже здесь Запущена рыба Очень много Ну она же действительно Недрессированный Да и навеска рыбы Очень хорошая Очень вкусная рыба Хочу отметить что готовить Даже вот все там На углях Здесь кстати можно Ее и приготовить Конечно Да здесь можно Ее и приготовить Да Подметили Я очень советую Этот водоем всем Для тренировки Это очень большой опыт Вы как уловом Распередитесь Последний вопрос Ну последний вопрос Семье Да конечно У меня есть маленький сын Артем Он очень У меня тоже маленький сын У меня тоже Артем Очень хорошо У меня только пока один К сожалению Будем еще стараться Артем у меня есть Два рыбовита Это судака И форель На остальное внимание Не обращаю В общем наследнику Наловили Да Артем у меня сюда тоже Ездил неоднократно Ну он пока еще Будущий чемпион Сразу отмечу Что я его научу Так чтобы он Был у меня Самым лучшим Рыбаком Кировской области Пока чуть-чуть Ему не хватает Чуть-чуть не удается Терпения ему еще Чуть-чуть не хватает Поздравляю вас тоже С сегодняшней победой В турнире Ловля форелей на спиннинг Еще раз напоминаю Александр Фалалеев Обладатель второго призового места Всего доброго У них восстание чешуи Спасибо и вам всего доброго Приезжайте Трофеи Рыбалка Продолжаем наш разговор Василий Мамонов Эксперт компании Арсенал Ну кстати Василий сегодня сам Тоже вполне удачно Поохотился на форель Если бы участвовал Я думаю что так Скромно может быть Я бы победил Ну победил не победил Но в тройке бы был Потому что Понял я Вот горизонт Где она стоит Как раз вот С утра сверху она была Я уже Вышел Скажем так На водоем Чуть-чуть попозднее Рыбка отпустилась Ближе ко дну Активно стояла И причем стояла Под самым-самым берегом Под мостками Там да Вот она там Прячется Какие-то укрытия Находится А я видел кстати Один из Таких возрастных рыболовов Он не закидывал Он просто вот Вдоль берега Вдоль берега вот водил Такая тактика тоже может сработать Когда рыба подходит к берегу И удачно Форель очень часто Сегодня ярко выражено было Активное передвижение рыбы По водоему Это прям прослеживалось Потому что сначала В одном углу Там у троих участников Одновременно поклевки Они достали Потом мы смотрим Что там буквально Там 30-40 метров До следующего угла Там снова там поймали То есть вот стайка пошла Кругом И все кто успел Активную рыбку сняли Что хочется отметить Вообще По соревнованиям Интерес есть Интерес есть Например Вот те Участники Которым сегодня Не удалось К сожалению Принести Принести на взвешивание Рыбу Они вот например Ко мне подходили Спрашивали А как На что А возможно нам там Поменять стоит снасть Получили какую-то Определенную консультацию Да Ну Людей это интересует Они приезжают Ловят С успехом Ну вот невзирая на погоду Сейчас пошел снег Да мы видим Рыба До сих пор До сих пор активно Кормится и клюет В принципе Такой клев Ну так Для интереса В принципе можно и ночью И утром И всегда Лучший клев все равно Будет Утром Утром У форели Вот именно утром Где-то до обеда К вечеру Она свою активность теряет Объясняется это все тем же Опять же вот Возвращаясь там К их теологии ко всей Если наше Обычная Знакомая нам рыба Там щука Судак В большинстве своем При охоте Скажем так Да Она Пользуется боковой линией То есть она улавливает Вот колебания И все такое То форель В основном Пользуется зрением То есть Она реально там Видит эту приманку Гонится за ней Атакует Соответственно Но вечером Да Уже там в темноте Или где-то Она не такая активная Она уже просто встает И перестает питаться Поэтому поймать ее Достаточно трудно Ждет когда рассветет Достаточно трудно Поэтому вот Именно утренние часы Особо актуальны Особо актуальны У тебя сегодня работала Если не ошибаюсь Одна и те же приманка Да Я ее и не менял Все трофеи Как раз на нее пойманы Да Сегодня все было поймано На нее Это именно такой Как его даже обозвать-то Ну нечто Силиконовая такая приманка Фантазийной формы Розового цвета С белым таким хвостиком Особенность в том Что как я уже говорил Она очень сильно пропитана Аттрактантами Вот этими всеми Она там прям пахнет И она плавающая Вот особенность Вот в этом То есть На проводке За счет того Что резина Это плавающая Голова Которая Огрузка На крючке Которая стоит А крючок Примерно какой номер Минимальный Крючок у меня был Номер 6 Шестерка И особенность Этого крючка Он был безбородки Ну для того Чтобы рыбу Не травмировать Если там например Отпускать Она может сойти Минимальные травмы Для рыбы Вот И вот эта плавающая резина Она дает огромный плюс Когда в толще воды Она падает Она очень-очень Долго зависает Парит То есть Пауза у нее Такая получается Серьезная Ну Форели проще Прицелиться Скажем так То есть Приманка Которая падает Просто камнем Для нее Будет не сильно интересно Ну и все-таки Как я уже повторюсь Еще раз Форель Такая рыба Которая Выбирает для себя Комфортный диапазон Горизонт в воде И он там Может меняться Буквально В течение 10-15 минут Она может стоять В толще воды Может стоять У дна Там где угодно Поэтому Постоянные эксперименты Чем и хороша Форелевая рыбалка Она интересна Ну и рыбобойкая Прокомментируй пожалуйста Вот этот дилетантский вопрос Я так хочу его задать Я наблюдал Снимал как раз На камеру Происходящее Вот стоит Ну сколько Расстояние между рыбаками Совершенно небольшое Один забрасывает У него Люк льет Что называется Второй Заброс за забросом Заброс за забросом И все И все пусто Я понимаю Что здесь много очень нюансов Здесь нюансов Но вот самые основные Горизонт Что касается Сегодняшней рыбалки Горизонт То есть именно Подобрать Тот горизонт В котором стоит рыба Ну вот например Сергей Который у нас занял Сергей Косолапов Да Сергей Косолапов Который занял Третье место Он Рыбу вторую Поймал рядом со мной Он задал вопрос В каком горизонте Она стоит Я сказал Что на данный момент Все поклевки Происходят у дна Он положил блесну на дно Там буквально Два-три оборота У него произошла поклевка То есть четко попал В горизонтик Вот в этот То есть горизонт Одна из важнейших Где в какой она Собственно Как глубоко От поверхности Находится Вот это самое основное Один из важнейших Факторов Влияющий на клев Ну и вот Кто смог Это поймать Поймать вот этот горизонт То ты поймал рыбу У нас сегодня участвовала Кстати представительница Прекрасного пола Я к сожалению Не наблюдал Что результативно Она или не Результативно Ну такое бывает Да нередко Когда женщина принимает Бывают Бывают Понятно Потому что сюда На самом деле Вот в рыболовный клуб Белуга Очень часто приезжают Именно с семьями Сегодня и дети У нас были Да Понятно что Кто-то из ребят Что он поймал Я так и не разговариваю Он поймал две форелины Две форелины На поплавочную удочку Две форелины он поймал Да Но он вне зачета То есть Папа у него ловил В зачет на спиннинг Вот Сын Ловил вне зачета На поплавочную удочку А что за насадка была Тем не менее Он поймал креветка Креветка Вареная креветка Да Совершенно верно Удивительно Ну вот такая она Загадочная рыба Форель Очень интересная Бойкая Всегда нужно экспериментировать Там нет такого Что Сегодня ты подобрал Приманку На нее ловишь Завтра можешь прийти И уверенный Что Ага Вот я все подобрал Сейчас я на нее поймаю А на следующий день Поклевки не увидеть И там Приманка Которая лежит на дне Тот же фидер Тоже бывает работает На форели Хуже Хуже Намного хуже В разы хуже На фидер здесь можно поймать Осетра Карпа Но форель Намного хуже Чисто теоретически возможно Возможно конечно Хорошо У нас остается еще Есть у нас еще время Мне хочется все таки Это время посвятить Сейчас анонсу Уже зимнего периода Зимних рыбалок Турниров В рыбалонном круге Как только Берлога Давай об этом поговорим Как только у нас Встанет Лед Да Это все зависит конечно От температуры воздуха Погодных условий Да Но по ощущениям уже скоро Да Вот тем более сейчас Когда пошел такой плотный снег Достаточно Когда встанет Лед И покров его будет Порядка там Десяти-пятнадцати сантиметров Начнется Интереснейшая зимняя рыбалка На форель Хороша она будет тем Что все таки сейчас При ловле с берега Используя достаточно легкие приманки Мы ограничиваем свой заброс Там максимум 20-25 метров Дальше она просто не полетит Зимой нам доступен Абсолютно весь водоем Мы можем ловить на середине Мы можем там ловить под берегом Передвигаться как мы захотим Вот И подледная ловля На Именно форели Она настолько интересна Рыба настолько сильная И бойкая Что прям Я даже скажу Что ну для меня По крайней мере Вот сейчас зимой Это основная рыбалка Потому что ехать там Куда-то за куньками Какими-то маленькими Или еще что-то Здесь можно Вообще непонятно зачем Да Здесь можно посвятить Там 2-3 часа Любимому занятию И реально поймать трофей Зимой будут у нас Проходить регулярно Рыболовное соревнование По прошлому году Зимой там Участников Доходило количество До 40 там с лишним Опять же приезжают с детьми Мы проводим Различные мастер-классы Всегда На всех соревнованиях У нас есть мастер-классы У нас есть готовые Готовые снасти Готовые снасти Мастер-класс по Чему-чему Мы сосвященные Например Папа с мамой там Например участвуют Мы собираем детей Делаем им Отдельную зону Рассказываем про снасти Рассказываем про рыбу Рассказываем Как ее поймать Ну детишки Слушайте Все Бурим лунки Там не то чтобы Слушайте Они садятся и слушают Это все Подкреплено практикой То есть они берут Удочки в руки Ловят И на самом деле Очень приятно смотреть На то выражение Лица ребенка Когда он достает Там форель А были случаи Когда там Папа с мамой И папа там Достаточно такой опытный Рыболов Он не ловит ничего А ребенок ловит То есть он обловил У него там гордость Такая появляется Я там папу обрыбачил Все И на следующие Там например В следующее соревнование Мы видим Что уже они там бегут И детей заявляют В участие Это у нас возможно Под присмотром взрослых Пожалуйста Не запрещено Дети участвуют Активно Точно так же Так что Скоро Разнообразие приманок На зимние Рыбалки Фореля Оно тоже на самом деле Креветка рубит Ну мы стараемся Все таки Больше ловить Именно без насадки Да Используя именно Искусственные приманки Это точно так же Блесны ярких расцветок Есть вертикальные Приманки Ратлины Балансиры Без проблем Можно ловить С насадкой На поплавочную удочку На поплавочную Прям в лунке Можно поплавок Либо кивок Сигнализатор И все Там без проблем Причем в некоторых ситуациях Такая рыбалка Становится более интересной Да Там более добычливой Скажем так Есть еще одна особенность Вот вроде бы Как бы оно звучало Зимой Форель Очень хорошо Откликается на прикормку И прикармливают ее Кукурузой Бандуэль Это сейчас не реклама Конкретного Бренда Производителя Прям в лунку Прям в лунку Мы сыплем кукурузу И все И рыба подходит А объясняется это все тем Что опять же Она очень яркая Такая желтая И что-то падающее В толще воды Вот такое Привлекает форель Она видит нашу приманку И клюет на нее Абсолютно Это уже испробовано Больше ничего не работает Только кукуруза Кукуруза Лучшая приманка Лучшая прикормка А сколько нужно Использовать кукурузу Ну как правило Банки хватает на день На день На день рыбалки По чуть-чуть Сыплем Буквально 5-6-7 Кукурузок В луночку И все А насаживать кукурузу На Пробовали Не клюет Не клюет Клюет на креветку На блесну На все что угодно На кукурузу Не клюет Попытная штука Вот такая особенность Еще раз повторюсь Очень интересная рыба Очень своеобразная И необычная И подобрать к ней ключик Всегда очень сложно Сегодня я был на взвешивании Все активно Это снимал Видел Да Там экземпляры И килограмм Чуть меньше И больше килограмма Как это в лунку Зимой Все Достать Заходит Соответственно Здесь В рыболовном Клубе Белуга Есть одна Особенность Проверяют Это администраторы Бур должен быть Диаметром не меньше Чем 130 миллиметров 130 130 Это забота о рыбе Забота о рыбе Чтобы ее там Не порвать где-то В лунке Не повредить Если она будет сходить Вот В 130 Стандартно Если не ошибаюсь Бурон Десяточка По-моему Сотка То есть здесь 130 у нас Отверстие получается Без проблем В нее Вот в такую лунку Там полуторакилограммовая Рыбина проходит Без всяких проблем Но подвести ее К этой лунке Достаточно сложно То есть она дает Такой бой Что ого-го Ну Плюс ты используешь Какие-то инструменты Чтобы ее Нет Нет Багры и все Оставшиеся запрещены Запрещены Конечно То есть вот ты увидел Как она показалась в лунке И тут ее надо Тихонечко Подхватить Поднять Подхватить рукой Уже совершенно Наверное Интересный соперник Как мы увидели Сегодня И когда нет льда И зимой Конечно Безусловно Пара готовится Наверное уже сейчас К зимней рыболке Конечно Готовиться нужно Потому что Лед встанет Там я думаю Что в течение Ближайших пары Недель И как только Ледяной покров Будет достаточным Мы сразу же Будем проводить Соревнования Поэтому Сейчас для этого Все есть В магазине Арсенал Комсомольская 8 Приходите Все виды Приманок есть Есть специальные Удочки А удочка Вот там Особенность уже есть Она должна быть Достаточно мягкой Для того чтобы Амортизировать Рывки вот этой рыбы На коротке Все тоже Все необходимое Подберем Покажем Расскажем Объясним Как оснастить Как на это Поймать рыбу Кстати Раз уже заговорили Об ассортименте Приманок в том числе Насколько серьезно Он обновляется Перед началом Зимнего сезона Практически полностью Полностью То есть Вот приходя Накануне зимы Рыболов Может найти Совершенно новые Для себя Вещи Досели невинные Да Вот сейчас У многих фирм Появились Интересные Приманки Для зимы Очень необычные С необычной игрой С необычным Вариантом Подвески В лунке То есть Есть приманки Которые там При рывке Уходят на полтора метра В сторону То есть Очень широко Играют Вот Появились новые цвета Ассортимент Он обновляется В общем индустрия работает Прям Не знаю Очень-очень часто Самое время Как раз таки Заниматься Подготовкой Конечно Готовь лыжи Готовь сани летом Лыжи летом сани Да Еще раз напоминаем Подходит Наша программа К завершению Василий Мамонов Эксперт Компании Арсенал Сегодня прошел Турнир По ловле форели На спиннинг В рыболовном клубе Белуга В чистых прудах Еще раз напомним Тройку сегодняшних победителей Первое место Александру Фололееву И третье Сергею Косолапову Ну так По большому счету Все они примерно В одной весовой категории В одной весовой категории Около двух с половиной килограммов Около двух с половиной килограммов Это две Две рыбы Это две рыбы было Спасибо На этом завершаем Сегодняшнюю передачу Следующую Как обычно Слушайте в четверг После восьми часов вечера И еще раз Заострю ваше внимание На том Что есть программа Нашей Видеоверсия Легко вы можете найти Ее на сайте Эхо Кирова Либо на нашем Ютуб канале До новых встреч Всего доброго Друзья До свидания Трофей Рыбалка